То есть дня за сходними, среди неосквернёнными и непорочными в мире. Некоторые молитвы люди не знают, они редко считаются. А вот верую во единого Бога всегда, на любой службе. И дома утром тоже показано считать. Не просто считать, а верую. Первые слова говорят, что я в это верую. И заканчивая чем? Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Чаю, ожидаю, не ада. Человек совершенно беззаконно живёт, а ожидаю будущего века. И воскресения мертвых, потому что всем петь надо. Постановление такое принято. А тут условия Пётр говорит. Постараемся этого дня дождаться и перейти туда при условии, чтобы быть неосквернёнными в мире. И непорочными. Я делал чуть-чуть только, разъяснить, что такое порочные и отвернения. Вот спроси любого человека, скажи, чем можно запачкаться? Вопрос-то простой. И хозяйка начнёт перечислять целый день всё, что у тебя есть. И продукты, и вышел на улицу, и доела корову. Руки каждый раз надо мыть и мыть. Сколько раз за день ты можешь? А спроси, который ремонтирует комбайн. Сколько ему раз надо мыть? И от масла, и от чего только нет. Неосквернённым бы душой ещё сложнее. О разговоре, в мыслях, в делах, в лукавке. Даже милость не подал, а сразу возгорделся. Вот я сумел подать больше, чем они. Всё. Уже поплыл на другую сторону. Эта жизнь дана для труда. Ещё особенно ты сегодня не пришёл на службу. А вот кто сегодня не пришёл, ваши родственники, близкие. Вы к ним пойдите, подружески поговорите, если они ваши друзья. Скажи, ты не был. Вот только этот промежуток с пяти и до семи. Чем ты занимался? Ну давай поговорим. Чего тут в твоей порядке? Ну вот, я ж тебе не мешаю, ты можешь вообще не ходить. Мы никого не тянем, не агитируем. И скажи, что мы здесь имели? Песнопение, салтырное чтение, чудная молитва, проповедь. А что ты имел за тобой? Ну давай напишем один раз. Ну начните работать со своими. И вы увидите, он начнёт злиться, ему сказать нечего будет. А что ты ко мне в душу летишь? А человек сам не знает. Ты за собой смотри. Он нахамит тебе на безобразниче. Встылаться будет на болячки. Кто в храм не идёт, встылается голова, болит что-то. Вы играете. Именно эту болезнь Бог тебе не даст. Фактически ты её вместо молитвы. Прикрылся этим. А чтобы не было обиды, она к тебе и придёт. Знает, идёт святой. Жития святых. А он даёт всем милосты. Давай трое, друзья, ты ляжь мёртвый. А мы скажем, что ты умер и покрыть тело нечим. Он проходит мимо, а как и... Вот святой, вот видишь, случилось несчастье. Вот он как-то внезапно умер. Да ничего, бывает, ну что ж. Да покрыть нечим, он себя мантию отдал, покрыл. Он ушёл святой, а даже не мог отличить живого от мёртвого. Вставай, Петя, вставай. А нет, кого вставай? Он давно уже умер. Он покрыл мёртвого. И при том это не один раз. Играть этими словами нельзя. Бог иногда их сразу выполняет. Ты хотел быть мёртвым? Ты умер. Тогда они побежали за ним, воскреси. Не я его умершлял. У меня власти нет его воскрешать. Я дал мёртвому. Теперь я не могу назад время это вернуть. Идите, хороните его. На кого злиться-то? И вот те, которые сегодня не хотят ходить в храм, вы спросите их, это только ниточка, за которую вы потянете. Скажите, вы в эту неделю жили, читали Слово Божие? Нет, осквернение. Всю неделю шло осквернение. Где в школе осквернение? Безбожная программа, учителя, школьницы все рассказывают со всякие недобрые дела, фильмы, слова, сны, все греховное. А вы постарайтесь явиться перед Господом неоскверненными. Слово «скверно» в лексиконе русском встречается очень редко. Вы найдите газету большую, прочитайте слово «осквернение», вы его не найдете, там другие слова. А это слово в Библии встречается 214 раз. Чтобы вам вот несколько мест показать это, я должен бы все прочитать. Я глаза выжигаю всю неделю, чтобы вам пищу приготовить. Вот представьте, вы старались, готовили, ну, какие-то там пирожки или что-то, и кому-то принесли, а то ты бросил и стал бы ногами топтать. Или вообще бы ты ушла и узнала бы, что он их выбросил куда-то свиньям. Это вот люди, которые пренебрегают Словом Божьим, когда им готовишь. Ну, что-то только грешнее, там просто человеческий труд, а здесь божественный. Я просил Духа Святого показать, какие главные болезни наши. Я считаю, вот в этом я свернился многократно, и в этом я виновен. Я что-то считаю, я везде себя нахожу. Мне легко проповедовать, потому что я один из вас. Петр пал трижды для того, за того, что он был более снисходительный. А так бы он вообще, может быть, ключи царства небесного у него, говорит, никого не запустил, как рассказы пишут. Первая книга Маковейск, 1.37. Они осквернили святилище. Вот оказывается, что оскверняется. Святилище – это храм. Я просил вас, смотрите за детьми, когда дети приходят, зашли в эту ограду церковную, по-другому себя ведите. Тем более на крыльце. Понятно, ребенок резво прыгает, уже на крыльце прыгает. Уговорите, не надо, постойте здесь. Как только выйдете, там площадка игровая, пойдете, все, отпустите, пусть поиграют они. Но наигрались, пришли к храму, все другое. Мы пришли перед Господом. Прости, Господи, чем-то дешили. Чтобы каким-то образом мы не осквернили здесь. В прошлый раз я говорю, у нас в уставе написано, чтобы никаких надписей не было. А почему? Да вы даже не знаете иностранного языка ни одного, никто. И я не знаю. Но я знаю, что выглядим иногда мы совсем неприлично, когда берем надписи и не знаю, что написано. Рассказывают, что ставят. Берут надписи в той стране, а над ними маленькие дети смеются, а там написаны слова нехорошие. Я такая-то и все. Все, ни одного опять захватил. Он мне сразу выдает, а что я должен делать? И как разговаривает, как взрослый, буквально начинает хамить. Так это твой вопрос. Ты можешь в ней ходить? За неделю ты смотрел, ты же даже не видел, что у тебя написано. Я бы не могу, иди переоденься, он совсем не пришел. Родители, придите дома, разберитесь тогда, почему он не пришел снова? Ребенок, он только вырвался. Ради него мы должны устарминять. А как я? Да там очень легко бритвышкой срезаются. Да, ему иголки все это выкарибает, эти надписи, что угодно. Зашить можно их, закрасить. Варианта тысячи. Чтобы не оскверниться. Мы заботимся о чем? Ну ты подумаешь, что о тебе заботятся. Осквернение бывает смертельное. Есть змеи, гюрзы. Шопер ехал и переехал ее. Она большая, черная. И разрубил ее колесом. Он подошел к ней. Смотри, еще шевелится. И пнул ее сапогом. Сапогом. А она в сапог его клюнула. Смотри, говорит. Поваринка еще пытается ужалить. А он ничего не почистил. Он только сел, пять минут проехал и умер. Она через сапог успела я спустить ему. Но есть грибы в десятки раз. Ядовите ей этой гюрзы. Бледная поганка. И она, видимо, у нас растет. На тоненькой ножке, с такими этажами. Еще ни одного случая в мире не было, кто бы выжил и удалось его вылечить. Когда наступает отравление, то уже в организме разложение. Она не сразу, она через сутки начинает делаться. И уже никакие прививки, ничего не помогает. Что делать? Четыре человека умрали в Швеции. Это одна из передовых стран с очень высоким уровнем в жизни. Их парламент принимает решение. Ни одного гриба, чтобы никто не рвал во всем государстве. Как у нас, когда до открытия охоты начали стрелять, его под суду задут. По-хорошему-то. И приехали, когда туда смотрят, белые грибы растут. А почему нет же этих, так у нас закон нельзя. Да при чем тут закон? Сорвали, сразу доложили, арестовали. Если вы разговариваете, кто там не будет. А почему? Спасти людей. У нас, говорит, теперь уже около ста лет ни один человек грибами не отравился. Каждый день, каждый год у нас отравляются люди. У нас примут такой закон? Да вы сами просите. Вот как там-то у нас грибы мы наберем, да зимой будем. Мы же любим грибы собираться. Люди, стараясь спасти своих граждан, принимают законы, нами неприемлемые даже. Первая Маковейская, 1-43. И они осквернили субботу. Повторяю, суббота, шарок. Это покой. Братья наши работают. Вы стойте здесь и видите, как им тяжело с комбайном. Техника старая. Помолитесь. Они бы должны быть здесь. Они жертвуют. И по-другому нельзя. Но в воскресенье никакой работы не будет, чтобы не осквернили. И сразу, Господи, дай им сегодня сделать, чтобы завтра они спокойно в храме постояли. Им так нелегко. Вы во всем ходите душой. Не просто пришел, отстоял и ушел. Какие нужды. Я вчера немного поговорил с охотником. Он неизвестно откуда, даже не сказал откуда. Ну, поговорили, хорошо. А сейчас он едет на машине, поздоровался, улыбается. И все говорят, наши озера. Да нет, нет, мы не трогаем. И все. Немножко сказал, чуть-чуть. А может быть еще я встречусь с ним. Каждым моментом пользуйтесь. Быть может, душа уже готова воспринять евангельское семя. 1 Маковейская 1.48. И оскверняли сыновей своих необрезанием. И оскверняли души свои всякой нечистотой. Это в Израиле было такое. Сказано было детей не обрезывать. И тайно обрезывали. И кто-то отдает. Ну, раньше крестить нельзя было, это крещение. Так что сделали? Ребенка умертвели и груди матери привязали, привесили. А потом ее сбросили вместе в пропасть. Чтобы не обрезывали. И некоторые перестали крестить детей, по-нашему сказать. 1 Маковейская 1.63. Были люди, которые предпочитали умереть, чтобы только не оскверниться пищей. Возьми кусочек сала, пожуй, и ты останешься живой. Они умирали один за другим. И никто не осквернился. У нас сейчас никакого разбора в этом нет. У нас среда, пятница, посты. У православных есть. А у сексантов вообще ничего нет. Ешь, что хочешь. Такого никогда не было. Ты сегодня приди, свинину дай. Мусульманину будет он есть. У нас служили в армии. А там в воинской части держали у нас свиней, чтобы поддержать солдат. Им и дают сало. Каждый должен взять. Он подойдет, шиней, вот так, руку затянет, положит. Ему положат на руках. Он рукой, чтобы не мрать. Он отошел, все получил. И так и стряхнет в снег. Ну, русские сразу бросаются, прям друг у друга выхватывают. У него закон есть. У нас законов-то никакого нет. У евреев есть кошерная пища, особый знак. Нашу пищу, евреи, они пометили, это что-то там, ничего там нет. Кроме того, что эта пища приготовлена особым образом, кроме выпущенным. У нас должна быть твоя кошерная пища. Евреи о твоих заботятся. Ты как попала курицу, заколи. В Афронделе, ты ее не продашь. Надо знать, как ее заколоть. Чтобы не оскверниться пищей. Скажут, так это было в Ветхом Завете. Ошибаешься. В Новом Завете, 15 глава. Деяния апостолов. Первый собор апостольский. И они сказали, ты еще не есть удавленную. Вот в село попалось, а рядчик, есть нельзя. Где они и крови не ешьте, разные гематогены. Прямо указано. И все христиане должны строжайше соблюдать. А он не будет соблюдать, он не христианин. Он никто. Он может, конечно, это и делать, но... Не сказано, что нельзя есть собаку, свинью, не написано. Но кровь не удавленную, больше ничего нет. А через запятую воздерживается от блуда, а в одну идет. Это разврат ума. Осквернение. Сирахов, 22-31. Чтобы никак не оскверняли души своей. А наушник оскверняет душу. И будет ненавидим сюда наушник. Понятно вам слово? Он поговорил, отошел и... Вот так себя почему-то руку делает, чтобы туда электроволны не шли. И начинает нашептывать. Он оскверняет все вокруг. Он уязвляет троих сразу за того, говорит. Сам оскверняется. Того, кого говорит и о ком говорит. А ты прекрати это. Скажи, не знаю, давай о другом поговорим. Мы, если так, пойдем с ним поговорим. Боятся друг к другу во двор зайти. Ничего особенного нет. Да отношения испортятся. А может и не испортятся. Это на двое. А говорить за наушничать, хоть куда-то переезжай, ничего не будет. И куда бы он ни переехал, везде будет ненавидим. Сирахов, 43-10. Особенно, я вам повторяю, заботитесь о детях. Ничего ценнее этого нет. Родители гибнут за детей. И особенно девочек берегите. Чтобы они нигде отдельно не были. Ни одной минуты. Заботься, чтобы в детстве она не осквернилась и не сделалась беременной в доме отца своего. Дети подрастают. Меня уже не будет. Но от их отношения к Богу, к храму, это все скажется. И те, которые сегодня начинают недовольствовать, вы будете водить, как называли, деревни с суразами. Другого не будет. Они будут брошены с незаконными, рожденными детьми, с проклятиями. Уходить из этой жизни. Дети неблагословенные и нежеланные. Заботься об этом. У мусульман практически этого нет. На днях прочитал в газете. Количество разводов в России приближается к 100%. Я не поверил. Но написано, говорит, раньше количество разводов подсчиталось по пяти годам. Сегодня первый, второй год. В 89. Чисто скотственно наступило. Не знает ни семьи, ничего. А везде встречается, венчается. Извечается по многу раз, скрывает. А сквернение сплошное. Если она в доме отца осквернилась, не девушка. Побейте ее камнями, а дочь священника сожгите жильем. Сегодня на закон-то он не действует. А перед Богом-то он остался в силе. Как надо беречь, заботиться, провожать. На минуту не отпускать. Она сама должна понимать, есть смертельная опасность грозит. Она везде идет, знакомится, ходит. Сирахов, 48-23. Беззаконная связь мужчины оскверняет семя его. Это говорится о Соломоне. Не так, что девушка пострадала, а он нет. Он точно так же страдает. И это отворожается в физиологии. А не знает. А сегодня уже знает. Стоит опытному человеку в рот заглянуть, ему видно, он юноша или мужчина. Ревит. 19-31. Не обращайтесь к вызывателям умерших, к колдунам. И не оскверняйте себя. Вот смотрели, экстрасенсорика, лечились. Какие-то нашептают молитвы, бабки-шептухи. Нигде не ходите. У нас два врача. Священник и поликлиника. Иди туда, запишись в очередь, отстой. Там есть глазное отделение, ухо-горло-нос, хирургия. Вот все. Благоразумие, говорит человек, ображается в том, что он не будет отвергать врача по надобности. Сирахов говорит. Сафония, 3 глава, 4 стих. Пророки его, люди легкомысленные, вероловные. Священники его оскверняют святыню, попирают закон. Священники оскверняют. Как? А вот выходит священник в любом храме. Люди с улицы заходят. Еще кто не причастился? Кто? Кричат. Вот такое отношение к святыне. Я видел, как выходит, причастие выплевывает. Я видел сам. Бежал к священнику, потому что все вынимать надо, сжигать. А священника запрещать. А они оскверняют святыню. Златоуст говорит. Лучше умру, чем дам. Недостойно причаститься кому-то. Вот как надо стоять. И вы детей готовите. Берегите их неделю. Скажите, сегодня не играй. Готовься к причастию. Посиди, позанимайся. Не просто так пришло время рот разинуть. Матфея, 15, 1. Оскверняет не то, что входит в уста, а что из уст. И некоторые под этот звук начинают придумывать. Значит, посты надо нарушать. Да ведь не об этом речь-то идет. Никаких постов тогда и не было. А вот не было про них, Христос и не говорил. А они думали, что неумытыми руками оскверняют человека. А Господь говорит, умытый, неумытый. Вот он шапер-то еще чем будет. Пришло время обеда, он будет отмываться что ли. Да может через какую-то бумажку взять, да съесть. Это не оскверняет. А оскверняет, когда человек злится, Бога не любит. Фальшивит, лукавит, научничает. Иаков 1, 24. Чтобы мы хранили себя не оскверненными от мира. Мир это все, что вокруг. Да что, в школу не ходить? На работу не ходить? Ходи и учись. Но что им нравится? Вот это безумие, ложь, коварство. Ты в этом не участвуешь. В зависти, коростолюбии. А что творится-то? Каких людей, губернаторов, прямо на площади в Москве убивают? А ведь те, которые так поступали раньше, они тоже умерли. Те, которые остались живые после смерти Титарика, тоже умерли. Кто виной был, их тоже нет. А там уже суть Божий. Чай, воскресенье, мертвых. Да и влези туда не оскверненными. Мы для этого пришли сегодня. Иуда 1.23 Гнушаясь даже одеждой грешника, блудника, которая осквернена плотью. У нас вообще не было так, что человек согрешил, покаялся. Ну покаялся его принять, надо правила говорить. Но мы делаем так. Одежду там, нес общая одежда наделенная, на бухне и раздевается. Один продолжает ходить и пяти дней несет. Отстоял годы. Сейчас разрешен церк. А другой я ходить не буду. И снова пошел в блуд, прелюбодеясь. И на этом все кончилось. Своё дело, моё право. 1 Коринфянам 8.7 Что оскверняется совесть. Как страшно. Самая драгоценная в человеке совесть. И вдруг она оскверняется тем, что человек не знает, что есть идоложертвенное нельзя. А видя другого, что он есть, думает тогда это и мне можно. И совесть его оскверняется. 2 Коринфянам 7.1 Очистим себя от всякой скверны плоти и духа. Ведь это же программа. Как плоть оскверняется? Вот мы рассуждали немного. А как душа? Это все надо знать. Чтобы перейти, говорит, поле одно, незнакомое, ты можешь подорвать, если там минус стоят, надо заранее разведать. То как перейти мир этот, эту жизнь, нигде не подорвать? Что сказать? Как? Эфессианам 5.4. Чтобы так же сквернословие, пустословие, смехотворство не появлялись у нас, либо они неприлично. Сквернословие – это слово на ходу. Кажется, более сквернословящей нации нет. Самая курящая нация – русская. Речь идет в разы. Не в процентах, а в несколько раз больше. И в какой нации? В Америке уже в несколько раз меньше из этих водок стали курить, а у нас только больше. Титул 1.15. Для чистых все чисто, а для скверных, оскверненных и неверных нет ничего чистого, потому что оскверненный ум их и совесть. О чем бы ни стало говорить, все они что-то в чем-то как-то видят. Ты по Писанию рассуди. Осквернены ум и совесть. Опасай вопрос, скажи, а где он меня и когда осквернялся? Чем? А как совесть? Ждайте вопрос, сядьте и говорите, я не знаю, как заниматься. А вот тебе уже задание. Позанимайся с внуками. Евреям 12.15. Наблюдайте за собой, чтобы кто не лишился благодати Божией. Чтобы какой горький корень возникнул, не причинил вам вреда и им не осквернились многие. То есть изолировать это надо. Грех, грешник, он должен соглашенными быть. Рассуждайте. Время пройдет очень быстро. И назад ничего не вернуть. У нас были общие люди, начинали что-то по-своему, ушли. Потом я их встречаю, что дети все неверующие выросли. Совершенно. Как? Да ничего нету, думаю. Хоть из дома уходи. А сам, да я думаю, никакие посты не надо. Все, думаю, не надо. Городу сбрил. Мирской человек в галстуке торгует или что-то. До конца я не знаю, что означает торговля. Но все, кто у нас на торговле был замешан, перепродавали, все до одного упали. Серахов говорит, между куплей и продажей торгается грех. Как гвоздь сбивается между камнями. Это не то, что ты корову подавил, сливки продал. Нет, а вот перекупкой занимается. Раньше называлось спекуляция, а сегодня по-другому называют. Вот здесь какой-то предприниматель. В Откровении 3-4. Есть люди, которые не осквернили одежды своих, и они будут ходить передо Мною, говорит Господь. Одежда – это праведность. Одежда дается в крещение. И этого бояться надо. Все время помни, какое это было за крещение, а какой после. Если в детстве было, то трудно вспомнить. Откровение 14-4. Это те, которые не осквернились с женами, ибо они детственники. Особые люди перед Богом. Буквально ли это означает? Не знаю. Но так написано. В Откровении 22-11. Знаю, что это осквернение будет. Дух Святой говорит так. «Нечистый, пусть еще сквернится». Он по-другому не может быть. Отступись от него и береги себя. Мы услышали слова апостола Петра. Да скажем с благодарностью Господу, что до сегодня он нас хранил. Сохрани и дальше до смертного вздоха, чтобы неоскверненными и непорочными предстать перед Богом в вечности. Аминь. Спасибо. Субтитры создал DimaTorzok